Гарри Поупкин представляет Продюсер Лео Поупкин Автор сценария и режиссер Чарльз Мартин Лекция писателя Оуэна Ооттербери «Искусство рассказа» Неплохой писатель. Неужели? Есть и стиль, и воображение, настоящий талант. Спасибо. Не за что. Вот аудитория B, A, но где же E? Откуда мне знать? Вы на лекцию Ооттербери? Нет. Посмотрим, куда она пойдёт. Извините. Простите. Вы не знаете, где лекция Ооттербери? Вы Оуэн Ооттербери? Да. Здравствуйте. Идите за мной. Куда вы? В аудиторию E. Вы учитесь или преподаете? Учусь. Давно или только начали? А как вам кажется? Я бы взял у вас пару уроков. Мистер Ооттербери, добрый вечер. Как поживаете, мистер Килбрайт? Вы вовремя. Еле успели. Я постирал всю его одежду, и мы ждали, когда она высохнет. Но бельё ещё влажное. Мой друг, мистер Ронни Хестингс. Очень приятно, мистер Хестингс. Сейчас я найду для вас место. Нет, нет, не надо. Я сяду сзади. Привет. Привет. Тоже хотите стать писателем? Надеюсь, что стану. Тогда лекция вам поможет. Он великий писатель, верно? Да. Правда, большинство идей ему подсказал я. Простите? Да. Вы заняли моё место. Прошу прощения. Добрый вечер, мисс Гейлорд. Здравствуйте, мистер Скотт. А здесь кто-нибудь сидит? Да, Кларенс Хендерсон. Но сегодня он приболел. Зачем вы заставили меня пересесть? Мы с Кларенсом не разговариваем. Понимаю. Внимание. Как я вам и обещал, сегодня у нас в гостях никто иной, как Оуэн Оттербери, автор нового бестселлера «Прошлогодняя любовь». Мистер Оттербери. Громче. Достаточно. Я понимаю, что большинство из вас весь день работает. А вечером вы учитесь писательскому мастерству. И теперь вы готовы с ручкой наперевес бросить вызов миру. К сожалению, я не могу научить вас писать, потому что не придерживаюсь никаких правил. В наши дни писатель должен одновременно следить за списком бестселлеров и думать об искусстве. И работа получается не совсем честной. Должен признаться, что я тоже мошенничаю. Что вы делаете? Но теперь, когда мое положение упрощилось, я решил написать действительно великий роман. Не бестселлер, а книгу, которая станет событием настоящей литературы. Замысел находится здесь и здесь. А все слова, которые вам понадобятся, есть в словарях. Но пока разум и сердце не выберут нужные слова, пусть они в словарях и остаются. Он великолепен. Писатель должен верить в себя. В этом половина успеха. Я прерву свою речь, чтобы предложить помощь кому-нибудь из вас. Как я уже сообщил в Бюро по трудоустройству университета, начиная с завтрашнего дня, мне нужен секретарь. Работу получит любой подходящий кандидат. Мужчина или женщина? Хочешь эту работу? Лесное предложение, мистер Роттербери. Работа не самая интересная, но в полезном окружении. Как мне ее получить? Вам представится возможность поучиться у того, кто уже достиг успеха, и хватит об этом. Я помню, как писал свой первый роман. Попросить, детка. Сколько же я работал. Я голодал, жил в подсобке, но мной двигало убеждение, что я стану вторым Эдгаром По. Прошлогодняя любовь. Ты правда хочешь у него работать? Мне предложил место его агент. Я слышал про Уоттербери много странного. Как и про многих других знаменитостей. Его речь была воодушевляющей. Стив, ты работала здесь пять лет. Долго. Для человека с моими амбициями, верно? Где мистер Уоттербери работает? Агент сказал, что в своей квартире. В квартире? Вы же не думаете, мистер Хэррис, что писатель ходит в контору. Я хочу писать. И надеюсь узнать у него, как это делать. Кто знает. Может, после года работы я буду давать автографы в одном из ваших книжных магазинов. Учась у Уоттербери. И одновременно зарабатывая. Я буду скучать по тебе, Стив. Не будете. Через неделю вы и не вспомните обо мне. Неправда. Но в любом случае, удачи. Я многое могла бы сказать. Но вы сами знаете, что я чувствую. Мне было у вас чудесно. Понимаю. Стив. Да? Позванивай. Нам будет интересно, как ты там. Я позвоню вечером, после работы. Реджина. Почему не смотришь, когда паркуешься? Ты мог сдать назад и развернуться. Брось, Билл, энергия тебе пригодится. Умник. Подай чемодан, Билл. Да, мадам. Я сам донесу. Кто только не водит такси в наши дни. Квартира 3И. Спасибо. И помни, Билл, если он хочет что-нибудь скажет, сразу дай ему в челюсть. У меня отберут лицензию. Нет, если ты защищал женщину. Заходите же. У меня сильный удар. Чем сильней, тем лучше. Он крупный? Шесть футов. Я собью его с ног. Мой нос был сломан в драке. Вы уверены, что он не даст сдачи? Он писатель. Писатель? Писатель. Помни, если он хотя бы откроет рот... Не бойтесь, я его заткну. У меня рот больше, чем у него. Я пришла за своими вещами. Возражения есть? Очевидно, нет. За мной, Билл. Положи в чемодан все вещи из этого ящика. Хорошо, мадам. Нет, не ящик, только вещи. Входи, входи, смелее. Она бывшая секретарша мистера Отербери. Сегодня уволилась. Хочешь сесть? Это моя норка. Шик. Мистер Отербери подарил вместо премии на Рождество. Моя машинка. А машинка премия на Новый год. Статуэтка. Её она купила сама. Моя кастрюля. Она иногда готовила. Мой бурбон. Она слегка выпивала. Мой портсигар. И курила. Моя помада. Может, пройдём в кабинет? Ваши колбаски. Прощайте, мистер Отербери. Хорошо, что вы не открыли рот. Спасибо. Идём, Билл. Не трать на него время. Итак, мисс, чем могу помочь? Она твоя новая секретарша. Да, вы из школы Килбрайда. Да. Вы только посмотрите. Она вылила на ковёр целый пузырёк чернил. Оттереть будет нелегко. Пожалуйста, попробуй, Мэри. Нет, только не я. Хозяйка сказала, что я не обязана убирать за всеми подряд. У меня и так дел по горло. Извините. Вам помочь? Большое спасибо. Отлично начинаешь. Держи, Ронни. Я на уборке собаку съел. Конечно. Он чистит ковёр шесть раз в месяц. Мне нужна тряпка и шампунь для ковров. Здесь всё, чем вы чистили в прошлый раз. Это женская работа. Женщина испачкала ковёр. Случайно. Лучше, чтобы хозяйка не увидела. А то она увеличит квартплату на сто долларов. Больше, чем в прошлом месяце. На моё платье тоже попало. Боже, вы будете чистить ковёр, а я ваше платье. Вы оба займитесь ковром, а платье почищу я. Я сама почищу. Я буду в кухне. Ты любишь колбаски? Иногда, да. Приготовим на обед, а на ужин без штекса. Обед? Ужин? Вы со мной даже не поговорили. Как вас зовут? Стефани Гейлорд. Как вас зовут, друзья? Стив. Подходит. Думаю, ты нанята. Вы стенографируете? 120 слов в минуту. А стирать умеешь? В основном для себя. Придётся стирать шёлковые рубашки. 120 в минуту. Я буду готовить. И есть. И вы живёте здесь? В соседней квартире. Но с июля он туда не заходил. У меня нет кухни. У нас разделение обязанностей. Он готовит, а ест тоже он. Мы с Оуэном вместе учились в школе. Я был в первом классе, а он в восьмом. Когда я перешёл в старшие классы, он так и остался в первом. А потом я научился играть на пианино и стал героем всех книг Уоттербери. И кем же в прошлогодней любви? Девушка из хора, которая учится играть на пианино и зла на весь мир. Где вы работали раньше? Кто я? Была секретарём у Чарльза Хэрриса. У него книжные магазины по всей стране. И как продажа последнего романа мистера Уоттербери? На втором месте, сразу за Библией. Ему это не понравится. Ты замужем, Стив? Нет. Ронни, мне неинтересно, замужем или нет, мисс Гейлорд. Нет. Моё печенье горит. У меня были замужние секретарши, но их мужья нервничали. Просто убивались. Он работает в странное время суток. Думаю, мы отлично справились. У меня было совсем другое представление о работе. Сегодня необычный день, но с завтрашнего дня отвлекаться не будем. Я открою. Всё время посвятим возвышенным занятиям. Твой букмекер. Мэри, опять здесь этот человек? Я слышу. Сколько я должна на этот раз? 11 долларов. Больше никаких советов. Та лошадь придёт первый в следующий раз. В следующий раз она будет развозить лёд. А мы сколько должны? 278 долларов, Оуэн, и один ты. Простите? Вот. А я отдам на следующей неделе. Сегодня будете ставить? Я ещё не решил. Я позвоню. И никаких ставок в полдоллара. Хозяину это не нравится. На чём я остановился? Вы говорили о возвышенных занятиях. Да. А ещё в вашей обязанности... Я открою. К вам приходила наниматься моя дочь, Мэри Хейстингс, на должность секретаря? Да. Меня просили кое-что передать. Что? Мистер Уоттербери, думаю, мне не стоит у вас работать. Почему нет? Видите ли, ваша вчерашняя речь звучала так ободрююще. И в ваших книгах герои возвышены и благородны. Но впечатление испорчено. Не хочу вас обижать, но... Наймите кого-нибудь другого. Как хотите, мисс Гейлорд. Уходишь от Оуэна Уоттербери? Не заставляй девушку, Ронни. Позвони в агентство, пусть пришлют другую. Брось, она нравится нам обоим. Вы меня выпустите или мне позвать полицию? Она уже здесь. Я за квартплатой. Миссис Ривз, я отослал чек утром. Вы же знаете, что я живу этажом ниже. Никаких поломок в этом месяце? Нет, месяц был очень спокойным. Так, опять ковёр. Да. Боже! Рыба должна стоять внизу, а утка наверху. Вы опять всё перевернули вверх дном. Миссис Ривз, простите. Стоя за дверью, я слышала крики. Новая секретарша? Да. Вас наняли или уволили? Мисс Гейлорд только что принята на работу. Очень плохо, мисс Роттербери, потому что наверху только что поселилась подходящая девушка. К сожалению, миссис Ривз, место уже занято. Вы должны с ней познакомиться. Фелиция! Иду, миссис Ривз. Фелиция Адамс, познакомься со знаменитым Оуэном Отербери. Очень приятно. Он. Очень приятно. Мне тоже. Фелиция приехала в Калифорнию, чтобы сниматься в кино. Кого она вам напоминает? Только не подсказывайте. Зайзу Питтс. Конечно, нет. Фелиция может быть не только секретарём. Она ещё и хорошая актриса. Верно, дорогая. Сними манту и покажись. Очень талантлива. Я знала, что вы поймёте. Дома в Техасе я была манекенщицей, но приехала сюда, чтобы сделать карьеру. Папочка дал мне денег. Ваш друг? Нет, мой отец. Фелиция может сыграть героиню в вашей следующей книге, когда её экранизируют. Может быть. А какая там героиня? Она южанка. И я с юга. Удивительное совпадение. Она пытается подцепить богача. Но она лицемерна и слабоумна. Что вас обеспокоило? Меня не пугает быть лицемерной, но слабоумной. Об этом не беспокойтесь. Ты сыграешь слабоумную. Верно, дорогая? Но я попробую. Я хожу в актёрскую школу. Возможно, там меня научат. Если будете заниматься, то да. Придётся потрудиться. Миссис Ривс, я ещё не начал писать новые романы. Не начну, если мне будут мешать. Мы уйдём и дадим вам поработать. Ронни, у меня сегодня приём на 50 человек. Надеюсь, ты тоже придёшь. В девять. По-домашнему или надо принять душ? А если вам не интересны мои гости, заплатите за квартиру. Я тороплюсь на выставку лошадей. Всего хорошего. С тех пор, как умер её муж и оставил ей семь зданий, она стала слишком любопытна. Пойдём, Стив, приготовим обед. Я осталась только потому, что не хотела устраивать скандал в присутствии хозяйки. Но сейчас я ухожу. Какая идея? Запишите. Быстрее. Где твой блокнот? На работу без блокнота не ходят. Хорошо. Вот блокнот. А где карандаш? Иди, слушай его. Он говорит очень быстро, а ты обязательно должна записать всё, что он скажет. Где же карандаш? Где он? Мне нужен карандаш. Карандаш? Где же он? Где же он? У меня есть. Точно был? А заглавьте. Наброски к моему новому роману. На сегодня всё. Приходите завтра к десяти. Он вынашивает, обдумывает. Ступай. Он всегда так начинает? Всегда. Помню, он писал «Прошлогоднюю любовь», а я пёк пирог. Внезапно Оуэн позвал меня и начал диктовать. И я не мог прерваться, пока не закончил писать. В три утра вместо пирога были покрыты шоколадом угли. Хорошо. Увидимся в десять. Привет, Стив. Я не дождался твоего звонка и позвонил сам. Как работа? Ну, мне придётся приспособиться. Очень необычная работа. Могу представить. Сегодня он начал новый роман. Интересный? Ну, мы пока немного записали, но я уверена, что роман будет чудесным. Он так им вдохновлён. Стив, давай поужинаем на неделе. Я позвоню, когда буду свободна. Добродетельная дама Стефани Гейлард Смущённая дама Доброе утро. Доброе утро. Ты сегодня ни свет, ни заря. Уже десять. Ты представляешь, как будешь выглядеть в норке? И блокнот не забыла. Приготовь карандаш. Гений уже одевается. На обед я приготовлю картофельные оладьи. Ему сегодня захотелось сметаны. Если тебе нужно что-нибудь погладить, я буду на кухне. Я... Доброе утро, Стив. Доброе утро. Вы вовремя. Посмотрим, где я вчера остановился. Наброски к моему новому роману. Да. Я открою. Привет. 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 На чём я остановился? Наброски к моему новому роману. Да. Изменим так. Наброски к новому роману. Оуэна Отербери. Хорошо. Очень хорошо. Как тебе кажется? Мне нравится. Глава первая. Представление героев. Глава вторая. Второй главой. Займёмся завтра. По главе в день. Отлично. Ты не очень устал? Мисс Гейлорд, оставайтесь и подходите к телефону. Я отправлюсь на пляж, подышу солёным воздухом. Лучшие идеи приходят на природе. Умница. Давай поедем в Санта-Барбару. Как скажешь, милая. Не обращай на него внимания. Он пытается заставить тебя ревновать. Ревновать? Почему вы решили, что он меня интересует? Ты слишком раздражена для секретарши, которой дали выходной. Раздражена? Конечно. Мне не нравится сидеть без дела. Я пришла сюда работать. А я бездельничать, а пришлось работать. Если тебе платят просто так, радуйся, глупая. Опять. Можно у вас кое-что спросить? Да. Мистер Уоттербери собирается писать книгу? Интересный вопрос. Уоттербери гений. Что, по-твоему, он сейчас делает? Обдумывает. Точно. Каждый раз, когда у него такое настроение, рождается новый великий роман. Надеюсь, вечером он начнёт? Милая, ты ревнуешь. Я мистера Уоттербери знаю плохо. И лучше узнавать не хочу. Конечно нет, милая. Скажи, что не так? Всё. Я поглажу. Как вам удалось сделать столько складок? Он опробовал 16 прачечных и счёл, что я стираю лучше всех. У него хорошие сорочки. Были хорошими. Мне кое-что пришло в голову. Что? Наверное, сошла с ума. Почему? Целый год я ходила на вечерние курсы, чтобы стать писателем. А теперь глажу. И ещё не закончила. Алло? Мисс Гейлорд? Это Оуэн Уоттербери. Я хочу, чтобы завтра вы пришли к девяти. У меня появилась идея. Спасибо. Хорошая идея, Оуэн. Да. Не думаю, что хоть одна лошадь его обгонит. Никогда. Доброе утро. Доброе утро. Не раздевайтесь, сейчас будет такси. У меня один бинокль. Я дам ей свой. Куда мы едем? На скачке. На скачке? Была на скачках. Никогда. Отлично, новичкам везёт. Пошли. А вчерашняя идея? Подождёт до третьего заезда. Я знаю, на кого ставить. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что мне стоит... Жалуетесь, что вам платят за скачки? Пошли. Но я... Пожалуйста. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Мистер Оуэн Уоттербери, не думаю, что вам платят за скачки. Чёрт. Что случилось? Последний раз я их послушал. Работа у вас стоила мне 83 доллара. Не волнуйтесь, я вам верну. Зачем? Я сама проиграла. Проигрывать полезно для души. У нас лучшие души в городе. Доброе утро. Доброе утро. Не раздевайтесь, самолёт вылетает через 35 минут. Самолёт? Куда мы летим? В Лас-Вегас вернуть ваши 83 доллара. В Лас-Вегас? Я не полечу с вами в Лас-Вегас. Вам не нравится получать деньги за работу? Деньги? Мне не по карману работать у вас, мистер Уоттербери. Стив, туда лететь всего полтора часа. Вы вернётесь вечерним рейсом к ужину. И богатый. Нет, я не хочу. Пожалуйста, отпустите меня. Ставки на скачках. Клуб Болдер. Королевский флэш. Никаких долларовых ставок. Думаете, вы в Лос-Анджелесе? Ставим. Четыре один раз? Думаешь? Четыре двойное. Он сказал, четыре двойное. Вот как четыре. Семь. Вы проиграли. Опять стоите справа. Когда мы уедем, мистер Уоттербери? Уедем? Я проиграл три тысячи. Вы обещали, что мы улетим в полночь. Ещё есть самолёт в два, милая. Следующий. Берите кости. Только не стойте над душой. Отличный бросок, леди. Не знала, что придётся так работать. Крэп. Вы проиграли. Что вы наделали? Что я сделала? Она не хотела. Чего ты скалишься? Ставлю на Крэп. Я думала, всё будет возвышенно. Опять Крэп? Вы что, нарочно? Да что я сделала? Всё правильно, милая. Ваша ставка? Её ставка Крэп. Бросай. Я-то думала, что буду вращаться среди писателей. Крэп. Ведьма. Я такого никогда не видел. Ты девушка моей мечты. Больше Крэп не выбрасывайте, ясно? Это просто невероятно. Сосредоточьтесь на костях. Нужна семёрка. Сейчас у неё получится. Мистер Отробери, я тоже пишу книгу. Умница. Два и один. Опять Крэп. Она ведьма. Заберите. Что не так? Думайте о костях, когда бросаете. Как вы смеете так со мной разговаривать? Сами бросайте свои кости. Опять Крэп? Детка, я богат. Мисс Гейлорд, Стив, куда вы? Домой. Я не желаю больше вас видеть. Вы обманщик, мистер Отробери. Дешёвый обманщик и эгоист. Я не хочу в этом участвовать. Мне жаль, что я с вами познакомилась. Вы всё испортили. Вы испортили моё впечатление от писателя Оуны Отробери. Стив, вам нельзя уезжать одной. Я вас отвезу. Стив, пожалуйста, сядьте. Я хочу с вами поговорить. Пожалуйста. Понимаете, игра в кости затягивает. Меняет характер. Мне очень жаль. Ну так перестаньте играть и сядьте за работу. Я боюсь. Боитесь чего? Боюсь, что я уже не такой великий писатель, как раньше. А всего лишь бульварный писак. Нет, нет. Разве вы не видели, с каким уважением и интересом к вам относились в университете? А почему бы вам не написать ещё одну историю про любовь? Это был бы откат в прошлое. Откат? Это верность самому себе. Помните историю про клоуна, который мечтал о роли Гамлета? Если говорить себе, что ты неудачник, проиграешь. Если я буду писать про любовь, вы останетесь? Если вы приметесь за дело, да. Спасибо. Я опять беден. Из-за семёрки. Дверь открыта, входите. Привет, Стив. Нет, нет, не раздевайтесь. Сейчас будет такси. Что? Не бойтесь, мы будем работать. Только в пляжном домике. Он суеверен. Все книги начинал в пляжном домике. Но почему там? Тебе нравится прошлогодняя любовь? Очень. В основном книга написана там. Взять пишущую машинку? Отличная идея. Ронни, перестань дразнить девушку. Сегодня я буду диктовать. Пошли, Стив. Я надиктую черновик, а потом буду править. Да, мистер Отробери. Это рассказ об удачливом романисте, который умирал. Морально и духовно. Пока в его жизни не появилась девушка. И весь его мир изменился. Он встретил ее случайно во время лекции. Перед ним сидело множество людей, но он видел только ее. Печальную, хрупкую, изысканно прекрасную. Совершенно не зная ее, он сделал ее своей секретаршей, потому что мгновенно понял, как страстно влюблен. Однажды он попросил ее поехать с ним в его пляжный домик и поработать там, потому что мечтал признаться в своих чувствах, но не осмеливался. Мистер Отробери. Мисс Гейлорд, когда я работаю, меня перебивать нельзя. Простите. Где я остановился? Он мечтал сказать ей о своих чувствах, но не осмеливался. Да. Теперь она была здесь. Сидела напротив него. Хрупкая и нежная. Он поглядел на нее краешком глаза. В чем дело? Я сломала карандаш. Возьмите. Продолжим. Он хотел обнять ее и познать блаженство, но не осмеливался. Он очень мало знал о ней, но ничего и не хотел знать. Он ходил взад и вперед по комнате, диктуя, и смотрел на ее галстук в горошек. Так, что с вами? Ничего. Где я остановился? На галстуке в горошек. Да. Галстук в горошек. Он любовался ее прекрасными волосами, голубыми глазами, нежным ртом, всем ее трепетным существом, вдохновляющим и приводящим его в восторг. Он хотел ее обнять и покрыть поцелуями, но... он был трусом. Ну, как вам? Вполне возможно. Внезапно он отбросил осторожность. Наклонился и поцеловал ее. Она оттаяла в его руках и не сопротивлялась. Не произнеся ни слова, они слились в объятиях. Вы ошиблись, мистер Отербери. И теперь я действительно ухожу. И не пытайтесь найти меня. Мне не нужна зарплата. Можете сохранить ее для следующей жертвы. Если я увижу хоть одну вашу книгу... Я сожгу ее. Алло. Привет, сынок. Я готовлю ужин на троих. Спроси у Стив, любит ли она вздобное тесто. Стив уволилась. Я ей диктовал совершенно безобидный кусок. Вдруг она оскорбилась, ударила меня и ушла. Она сумасшедшая? Я позвоню в агентство и попрошу, чтобы прислали другую. И чтобы любила жареную курицу. Никуда не звони. Я нескоро теперь примусь за работу. Встаньте, я протру клавиши. Я сочиняю. Он сочиняет. Я еще ни одной приличной песни от вас не слышала. Отлично. Еще раз. Большое спасибо. Как вы ее назовете? У меня насморк. Спой. Мистер Ронни, я... Мне важно впечатление, а не твое пение. Чих-чих. Вот тебе платок. Чих-чих. Будь здоров, браток. Грустно, верно? Воды. Дай мне воды. Вода в кухне. Я не могу туда войти. Все в огне. Воды. От вашей стрипни одни беды. Все твои булочки. Они не поднимаются, а взрываются. Заняйте пожарным. Нет, они зальют всю квартиру. Я пожалуюсь на вас, хозяйки. Я пожалуюсь на вас, хозяйки. Я не буду это убирать. Тогда не получишь пирог. А что это в мусорном ведре? Пирог. 31 попытка и 30 неудач. 31 неудача. По крайней мере, ещё есть курица. Это что? Жареная курица. Как можно налить жареную курицу? Я готовил скороварки, а она слегка растаяла. Он сегодня ужинать дома не будет. Я тоже. Неужели ты думаешь, что я стану есть эту дрянь? Привет, Оуэн. Привет. Он вам приготовил славную жареную курочку, мистер Оттербери. Налейте ему полный стакан. Мистер Оттербери, я считаю своим долгом рассказать вам, что произошло в кухне. Ступай домой, Мэри. Мистер Ронни устроил пожар. Плевать, пусть подожжёт хоть всю квартиру. Съела сплетницы, по делам тебе. Я пожалуюсь на вас, хозяйки. И на вас тоже. Что случилось в пляжном домике? Хватит задавать глупые вопросы. Я же сказал, она уволилась и всё. Храбрая девочка. Она мне не нужна, полно других секретарей. Конечно. Таких же умелых и таких же милых. Конечно. Мы никогда не узнаем, как она печатает. Я позвоню в агентство и попрошу, чтобы прислали секретаря. У меня идея получше. Что ты задумал? Сложить вещи. Куда ты едешь? В Нью-Йорк. Сменить обстановку. Там лучше работает. И откажешься от квартиры? Да. А что будет со мной? А что будет с тобой? Нечестный вопрос. Я не позволю, чтобы такой пустяк, как секретарша, выбил меня из колеи. Нужно жить дальше. Чудесной, полнокровной жизнью. И во мне зреет книга. Великая книга, в которой будут и простор, и фантазия. Знаешь что, Ронни? Я рад, что так случилось. Я спустился с небес на землю. Что это? И так можно носить? Элси звонила. Она извиняется и за свой уход, и за таксиста. Стив тоже позвонит завтра и извинится, но меня здесь не будет. Зачем мне бежать? Я ее не боюсь. Рад слышать. Наконец-то настоящий Уотербери. Позвони Элси, мы с ней поужинаем. Каждый вечер будем ужинать с разными девушками. Я сниму фартук и вернусь. Алло, сыскное агентство Брайант. Я Оуэн Оуэн Отербери. Да. Вы можете последить за Стефани Гейлорд. Постараемся как следует повеселиться. Согласна, а ты, Ронни? Да. Добрый вечер, мистер Уоттербери. Привет, Франсуа. Почему сюда? Мне здесь нравится. Ты терпеть не мог, Ридли Рум? Он шутит. Не шучу, ненавидел. Верно, Элси? И мне так казалось. Мистер Уоттербери, вас ждёт один господин. Господин? Да. Ронни, садитесь за столик, а я отлучусь на минутку. Только не бросай нас, чтобы Элси не пришлось опять платить. Антонио, третий столик. Третий столик. Где он? Во втором кабинете. Этот господин? Да, сэр. Здравствуйте. Вы меня ждёте? Да. Сыскное агентство Брайант. Меня зовут Дэвини. Вы так быстро её нашли? Это моя работа. Она здесь. С мужчиной. Кто он? Не знаю. Узнать? Конечно. Я прослежу за ними. Пожалуйста, узнайте о ней всё, что возможно. Думаю, у них роман. Она ваша жена? Нет, секретарша. Понятно. Об этом никто не должен знать. Не бойтесь, даже вы ничего не будете знать. Разнюхайте о её прошлом. Это дорого. Почему? Непредсказуемый объём работы. Недавно мы целый год расследовали прошлой одной дамы. Постарайтесь. Ладно. Заплатите за меня. Сигарету? Да. Пачку, пожалуйста. Спасибо. Простите. 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 Привет, Стив. Здравствуй, Ронни. Не разговаривай с ней. Я зол на неё. Я забыл. Добрый вечер. Добрый вечер. Ты его знаешь? Он мой новый босс. Новый босс? Как его зовут? Чарльз Хэррис. Книга-торговец. И старый босс Стив. Он не старый. Как ты можешь работать у него? Послушай, Шекспир, я работаю где хочу. Даже у её бывшего босса? Она поступила так же. Мистер Хэррис позвонил в агентство и сказал, что ему нужна секретарша с литературным опытом. А разве ты ему подходишь? Ты же работала с Уоттербери. Принципиальная Стив со своим бывшим боссом. А Элси с кем она? Мы говорим о Стив и её принципах. А меня оставьте в покое. Хэррис нанял тебя, чтобы ты шпионила за мной. Сомнительный комплимент. Я отличный секретарь. Когда ты научилась печатать? Он расспрашивал обо мне? Обычные вопросы о прошлой работе. Ты не раскололась? Ронни, не превращай всё в анекдот. Ты очень забавный, когда влюблён. Что? Они собираются пожениться. Что? Они собираются пожениться. Куда ты? Поговорить с ней. Что закажете? Жареную курицу. А вы? Мне тоже полный бокал. Здравствуйте. Добрый вечер. Мистер Хэррис, мистер Отрабери. Поздравляю, мне только что сообщили. О чём? О том, что вы женитесь на Стефани. Можно потанцевать с вашей невестой? Решать ей? Можно? Спасибо. Не за что. Итак, она решила выйти замуж за другого. Мы танцуем или вы диктуете роман? Почему такая милая девушка выходит замуж без любви? К вашему сведению, я замуж не выхожу. Теперь я вас уважаю. Вы уважаете всех, кто решил не выходить замуж? Вы снова у него работаете? У нас викторина или мы танцуем? И то, и другое. Не хотите вернуться? На лучших условиях? Нет. Я предложу надбавку. Брак. Мистер Отрабери, вы говорите о браке как о чём-то дешёвом и вульгарном. Только Отрабери может пригласить на ужин и танцевать с другой. Я тоже могу. Отомсти ему и пригласи мистера Хэрриса. Я не буду танцевать с боссом. Ты говоришь со мной, не забыла? Сначала нужно поработать хотя бы дня два. Верная мысль. Стив, ты наконец рядом. Наконец я тебя обнимаю. Мы танцуем. Ты, может, и танцуешь, а я тебя обнимаю. Ты как прилив. Уходишь, но возвращаешься. Мистер Отрабери, вы просто безумец. Послушай, Стив, я люблю тебя. Всё, что я диктовал на пляже, правда. Но я слишком труслив, чтобы сказать это прямо. Я люблю тебя, Стив. Выходи за меня. Рискни. Я автор великолепных слов, но все слова иссякли. Всё, что я могу сказать, я люблю тебя. Выходи за меня. Ваша курица, мадам. Ваш бокал с курицей, сэр. Хэррису одиноко. Мистер Хэррис, Ронни Хэстингс. Очень приятно. Угоститесь курицей в бокале. Спасибо. Спасибо, я присяду. Слышали историю про несвятую троицу? Если не возражаете, я пойду. Мистер Хэррис, возьмите меня с собой. Пожалуйста. Кто бы забрал меня? А ты шоу смотри. Хотите танцевать? С радостью. Выжигала? Сегодня вечером, видимо, да. Какая странная штука жизнь. С утра трудно представить, чем закончится день. Верно? О, боже. И закажите одну электрическую машинку «Ремингтон» для секретариата. Кабинет мистера Хэрриса. Минутку, пожалуйста. Алло? Да. Что? Когда? Спасибо. До свидания. Что случилось? Что-то не так? Оуэн Отрбери только что женился на Стив. О, нет. Да. Я представить не мог, что она выйдет за него. А я что, Оуэн женится? Приехали, милая. Начнём медовый месяц. Поздравляю. Привет, Ронни. Можно я первый поцелую невесту? Я не первый. Я не очень опытная невеста. Милая, поедем в пляжный домик. Долго вы были в дороге? Сутки. В Лас-Вегас и обратно. Чьи это чемоданы? Фелиции. Как только я сообщил ей новости, она решила уехать. Отлично. Дорогая, это похоже на порог. Три ступеньки. Пусть порог будет в квартире. Блестящая идея. Привет, Фелиция. Поздравляю. Отлично выглядите. Это точно. Я помогу вам, как только отправлю её. Ладно. Поищи жильё по соседству, дорогая. Водитель, в дом для престарелых. Привет, Мэри. Я так за вас рада. Спасибо, Мэри. Какая она славная. Привет, дорогой. Привет, дорогая. Ваш багаж, мадем и месье. Я приготовил свадебный завтрак. Спагетти с фрикадельками. Ронни, я понимаю, ты старался, но у нас медовый месяц. Мы хотели бы остаться одни. Конечно. Стив, не обижайте его, ладно? Без него я пойду померу. Милый, ты рад, что женился на мне? Что за вопрос? Ну, всё так неожиданно, и ты мог передумать. Дорогая, моя любовь неизменна. Ты лучшая в моей жизни. Не подскажете, где квартира 3И? Кого вы ищете? Это касается только обитателей квартиры 3И. Следующая квартира, сэр. Спасибо. Простите. Чем могу помочь? У меня сообщение для мистера Отрбери. Мистера Отрбери нельзя беспокоить. Он немного занят. Моя фамилия Девини. Передайте ему, что женщина, которой он интересуется, замужем. Оуэн! Можно тебя на минуту? Ронни, в чём дело? У одного типа по фамилии Девини важная новость. Не знаю никакого Девини. Он сказал, что та, которая тебя интересует, замужем. Поздравляю её, а я женат. Дорогой, кем ты интересуешься и кто замужем? Меня интересует только одна замужняя женщина. Скажите мистеру Отрбери, что я хочу видеть его немедленно. Оуэн, здесь ужасная Ханна. Милое прозвище, да? В чём дело? Простите, я не знала, что ваша секретарша работает допоздна. Они поженились. Поженились. Ну что ж, мой разговор касается и жены. Чем могу помочь, миссис Ривз? Заплатите за квартиру. Но я заплатил первого числа. Я установила новые правила, мистер Отрбери. Я не принимаю поддельные чеки. Когда появилось это правило? Когда вы переехали. Дорогая, у тебя нет 485 долларов? Думаю, что есть. Выпиши чек, чтобы она отвязалась. И почему на моём счёте так мало денег? Шесть тысяч ты проиграл в кости. Да. И два доллара за свидетельство о браке. Один мог остаться. Спасибо, дорогая. Спасибо, мистер Отрбери. Никогда не думала, что встречусь с миссис Уоттербери. Я провожу вас в холл. Спасибо, Ронни. Чек настоящий. Она богата. Я сейчас всё объясню. Ты не должен ничего объяснять. Но, дорогая, я хочу объяснить. Прости. Привет, Оуэн. Привет, Дик. Поздравляем. Мы только что узнали. Спасибо, Бёрди. Поздравляю. Спасибо, дорогая. Заходите, садитесь. Да, спасибо. Дорогая, это мистер Фултон, мой издатель, и Бёрди. Это моя жена. Очень приятно. Мне тоже. Приятно познакомиться. Оуэн, ты не затянешь медовый месяц? Нет, мы собирались уехать на океан, чтобы я диктовал роман. Прекрасно. День выхода книги уже намечен, и ты знаешь, почему ты должен поторопиться. Я успею, Дик. Я надеюсь. Хотите выпить? Нет, спасибо. Мы оба за рулём. Пойдём, дорогая. Как Ронни? Всё ещё ест. Старый, добрый Ронни. Да, Бёрди рассказала мне о Роне. Он хочет, чтобы после смерти его равномерно поджарили со всех сторон. Вы знакомы с Ронни? Конечно. Я была секретаршей мистера Уотербери. Спасибо, что зашли, Дик. Счастливого медового месяца. Спасибо. Дорогой, а почему мистер Фултон смотрел с таким осуждением? Я должен ему 20 тысяч. Я взял их в счёт доходов с нового романа. А норковую шубу миссис Фултон ты подарил? Бёрди для меня ничего не значит. Я написал бестселлер и швырялся деньгами направо и налево. Ты можешь отдать эту шубу мистеру Фултону в счёт долга. Дорогая, я куплю тебе сотню норковых шуб. Я не смогу носить сто шуб одновременно. И потом, заплатив за квартиру, я осталась на мели. Ты вышла за меня из-за денег? Нет, но я начинаю думать, что ты жигала. Милая, уедем отсюда. Здесь нас покоя не оставят. Я знаю отличный домик в горах. Там нет ни издателей, ни хозяек квартир. И секретарш? Кроме тебя. Я буду работать, обещаю. Я тоже обещаю. Долго ты работал над этой книгой, Оуэн? Четыре месяца. Я очень доволен, Дик. А где миссис Отербери? Покупает продукты внизу в деревне. Она приготовит обед в твою честь. Боюсь, что я не смогу остаться. Я должен вернуться ближайшим поездом. Перейдем к делу. Как тебе книга? Буду с тобой откровенен, Оуэн. Тебе не нравится? Ужасно. Такой чуши я в жизни не читал. Если я её опубликую, ты пропал. К счастью, у меня есть рукопись другого автора. Что со мной, Дик, я надоел? Конечно, нет. У каждого писателя есть неудачные книги. А как я верну тебе деньги? Об этом не беспокойся. Мне жаль, Оуэн. Я купила отличную оленину. Здравствуйте, мистер Фултон. Приятно снова встретиться. Миссис Отербери. Вы любите оленину? Боюсь, я не могу остаться. Почему? У меня важные дела в городе. Какая жалость. Я хотела приготовить одно из моих фирменных блюд. Простите, в другой раз. До свидания, миссис Отербери. До свидания, мистер Фултон. Пока, Оуэн. Пока, Дик. Ему не понравилось. Да. Думаешь, он ошибся? Он всегда был прав. Пока не женился на Бёрде. А это при чём? Может, он изменился? Может, он смотрит на тебя другими глазами? Ты несёшь чушь. Оуэн, посмотри правде в лицо. Твои книги печатает человек, который на каждой странице видит свою жену в твоих объятиях. Он думает, что твоя героиня – это Бёрди. Глупышка, Бёрди для меня ничего не значила. Он этого не понимает. Даже издатели – живые люди. А он – мужчина. Уедем отсюда сегодня вечером. Вечером? Оуэн, ты винишь меня, да? Нет, Стив. Но когда секретарша – жена, это очень отвлекает. Я попробую написать новую книгу. И мне придётся найти другого секретаря. Значит, я уволена? Наверное, мне лучше работать в одиночестве. А ты напишешь свою книгу? Я приготовлю обид. Оуэн, свою книгу я уже закончила. Неужели? Я хочу её прочесть. Она уже две недели лежит на столе в твоей гардеробной. Я прочту в поезде. Успеется. Ты обиделась? Нет. Закажи билеты на поезд и пошли телеграмму Ронни. Пусть ищет секретаря. Здравствуйте, миссис Отербери. Привет, Элси. Мистер Хэррис сказал, что вы звонили со станции. Так, медовый месяц. Хорошо, спасибо. В горах, наверное, хорошо в это время года. Да. Рукопись Отербери? Последняя. Стив! Здравствуй, Чарльз. Садись. Спасибо. Отлично выглядишь. Четыре месяца на природе. И никаких проблем. Чарльз, сделай мне одолжение. Это последняя книга Оуэна. Фултон её отверг. Но я хочу, чтобы ты прочёл и сказал мне, что ты думаешь. Постараюсь быть объективным. Не сомневаюсь. И у меня есть ещё одна рукопись. Моя. Ты закончила? Да, и путь был нелёгким. Я столько раз меняла название, что в итоге назвала «Жажда света». Что думает Оуэн? Он ещё не читал. Не успел. Он был занят и не мог сосредоточиться. С удовольствием прочту обе. Спасибо, Чарльз. Пока, Стив. Пока, Чарльз. Я была на третьем этаже, но квартиру и не нашла. Это миссис Уоттербери. Очень приятно. Меня прислали из агентства. Зачем? Мистеру Уоттербери нужна секретарша. Водка? Да. Идите за мной. Спасибо. Представляю, как интересно работать с мистером Уоттербери. Вам понравится. Конечно. Я так торопилась, что оделась кое-как. Вы прекрасно одеты. Спасибо. Я сама шью. Правда? Да. Проходите. Как вас зовут? Хильда Шнибекер. Мисс Шнибекер. Оуэн, дорогой, это новая секретарша. Очень приятно. Мой муж Оуэн Уоттербери. А это Ронни, наш сосед. Очень приятно. Я могу предложить вам выпить? А у вас пиво есть? Думаю, что есть. И солёные крензели тоже. Я могу выпить целую бочку пива. Особенно холодного. Что это значит? Я думал, в агентстве знают наши требования. Болван. Не беспокойтесь. Почему бы вам не присесть с пивом здесь? Так удобнее. Вы стираете, мисс Шнибекер? Только сорочки и носки. Пожалуйста, садитесь. А в скачках вы разбираетесь? Как раз вчера я выиграла. У меня отличная интуиция. Ой, ну мне кажется, она восхитительна. А какой у вас размер пальто? Мне придётся ходить в пальто? Мистер Оуэн Уоттербери любит дарить на Рождество норковые шубы. Жаль, я не знала. Спасла бы жизнь скунса. Кого она имеет в виду? Мне уже нравится эта работа. Вы сможете работать допоздна, мисс Шнибекер? Конечно. Я живу вместе с подругой, но мы не виделись с Нового года. Мисс Шнибекер, боюсь, эта работа вам не подойдёт. Но почему Оуэн? В новом романе несколько глав на французском языке. Вы же не говорите по-французски? Я учила французский шесть лет, и у меня был роман с французом. Никаких проблем. Вы стенографируете? Стенографировать я не умею. Совсем не умеете? Нет, в агентстве сказали, что нужно только печатать. Нет, стенографировать. Я могу научиться? Нет, боюсь, что нет. Стало быть, я ухожу. Пожалуйста, оставьте стакан. Спасибо за пиво. Наверное, следующее. Следующее? Я попросил присылать, пока мы не скажем «стоп». Здравствуйте. Это квартира 3И? Да. Мистер Отрбери здесь живёт? Да. Я Оуэн Отрбери. Мистер Отрбери, меня прислали из агентства. Дон О'Мелли. Верно. Входите, мисс О'Мелли. Спасибо. Садитесь, мисс О'Мелли. Благодарю. Моя жена. Очень приятно. Очень приятно. Вы стенографируете? Да. 120 слов в минуту. А говорите по-французски «мисс О'Мелли». Вы, случайно, не замужем? Да. Но на следующей неделе развожусь. Понятно. Когда вы хотите, чтобы я начала? Вы уже начали. Спасибо. Стив, давай приготовим обед. Им пора поработать. Хорошо. Вы когда-нибудь работали у писателя? Да. Три года назад. Но не будем об этом. Почему? Однажды мы заработались допоздна, и он начал ко мне приставать. Пришлось вызвать полицию. Я хотела только работать. А Глазко разрушил его карьеру. Но он это заслужил. Вы согласны? Согласен. Не хотите перекусить, мисс О'Мелли? Я не голодна, спасибо. А ты дорогой? Нет, спасибо. Аппетит пропал. Вам понравится в нашем доме, мистер Скотт. И вам понравятся Уоттербери. Они такие богемные. Грубые. Я открою. Здравствуйте. Здравствуйте, миссис Уоттербери. Познакомьтесь с новым соседом. Сильван Скотт. Он переезжает в квартирку Фелиции. Я знакома с мистером Скоттом. Привет, Стефани. Как мило. Входите. А теперь познакомьтесь с главой семьи Великий Оэн Уоттербери. Очень приятно, мистер Уоттербери. Мне тоже. А я ужасный Ронни Хестингс. Здравствуйте. Новая секретарша? Да. Её наняли, а меня уволили. Мистер Скотт тоже писатель. Кругом одни писатели. Да, мы с мистером Скоттом вместе учились. И сидели рядом. Мистер Скотт играл в бейсбол. Вы только посмотрите на его плечи. Как у юноши. Удивительно. Сильван пишет сценарий для радиопередачи «Любовник матери Джона». Дружок матери Джона. Ну да. Раскройте секрет. Мать Джона выйдет за своего возлюбленного. Нет, отец Джона против. У Джона нет отца? Бедняга. Сильван, поработайте над радиопередачей. Вы не должны забывать о Джоне. У меня проблема. Моя секретарша вышла замуж. Какой ужас, и что теперь? Не знаю. Я могу помочь, Сильван. Ты и Стефани? Да. Я была секретаршей мистера Уотербери, пока не вышла за него. Действительно. Замужество было премией. Когда мы сможем начать? Почему бы тебе не сказать, что мы уже начали? Ронни, найди пару блокнотов и карандашей. Мы поработаем до позднего вечера. Хоть всю ночь напролёт. Я привыкла работать по вечерам. Пока, дорогой. Не переутомись. Ладно. Пошли. Спасибо, Ронни. Пока. Я всё отлично устроила. Да уж. Ну, мне нужно идти. Неужели? Я подсыпал в чай яду. Ронни, какой ты шутник. Тебе у нас понравится, милая. Уберите руки. Я не выношу фамильярности. Я уже разрушила одну карьеру. Не забывайте. Мисс О'Мэлли, сегодня вы свободны. А лучше весь год. Но я ещё не начала. Ничего, в деньгах вы не потеряете. Хорошо. Завтра с утра? Всё равно, когда вам удобно. Я не понимаю. Например, в полдень. Хорошо. Спасибо. Отравленный чай, говоришь? Я сам выпил. Ужасная жажда. На чём я остановился? Звуки шагов. Три человека. Спасибо. Звуки шагов. Три человека. Стук в дверь. Дверь трещит. Дверь хлопает. Два выстрела. Три вскрика. Сирена. Ну как? Отлично. Бедлам. Джон, я люблю твою мать. И завтра собираюсь стать твоим отцом. У Джона появится отец, и я первым об этом узнал. Значит, завтра могу не слушать. Но отец, я старше вас. Джон старше своего отца. Что случилось? Это я и хотел узнать. Не беспокойтесь, миссис Уоттербери. Я смирный. Алло. Они выключили свет. Кто говорит? Чарльз Хэррис. Простите, что звоню вам так поздно, но мне нужно с ней поговорить. Они только что выключили свет. Помолчи. Это её муж. Её нет дома. Она наверху. И я не знаю, когда она вернётся. Ты что, не слышишь? Они только что выключили свет. Дорогой, можно взять одну лампочку? Делай, что хочешь. Что случилось? Я еду в гостиницу. Теперь это твоя квартира. Я могу уехать. Это твоя квартира. Нет, за квартиру платишь ты. Ронни, отнеси лампочку мистеру Скотту. Оэн, как ты можешь к нему ревновать? Он совершенно безобиден. Ты меня обманула. Почему ты так говоришь? Звонил Чарльз Хэррис. Ты с ним встречалась, Стив? Оэн, уже очень поздно. И я ненавижу допросы. Мы с тобой взрослые люди. Мы должны доверять друг другу. Не уходи от ответа, Стив. Ты с ним встречалась? Да. Всё ясно. Но я пошла к Чарльзу, чтобы отнести твою рукопись. Он знает многих издателей. Не надо. Слишком поздно. В клубе я думал, что ты влюблена в Хэрриса. И я знал, что он любит тебя. Но в конце концов, пять лет – долгий срок, и я решил, что у вас всё кончено. Я никогда не любила Чарльза Хэрриса. Ты никогда не любила меня. Ты влюбилась в популярного у школьниц писателя. Я пытался быть с тобой честным, Стив, но ужасно ошибся. Оэн, я полюбила тебя ещё до нашей встречи. Что-то в твоих книгах. Тон, стиль, чувства, которые они вызывали. Я воображала, что твои книги написаны только для меня. Да, я вела себя как школьница. Но я была так тобой увлечена, что если бы на лекции ты спустился с кафедры и сделал мне предложение, я бы тогда согласилась. Сразу. Не задумываясь. Что ты говоришь? Я очень старался, Стив. Но ты жестока, как все женщины. Ты называла меня эгоистичным обманщиком. Но кто ты, Стефани Гейлорд? Кто? Звони ему. Он ждёт. Холлен. Доброе утро, миссис Отербери. Доброе утро, Элси. Мне назначено. Я знаю, у мистера Хэрриса сюрприз для вас. Заходите. Стив. Доброе утро, Чарльз. Это Стефани Гейлорд, мистер Макнелли, мистер Хадсон, мистер Бёрк. Очень приятно. Очень приятно. А вы, Стефани Гейлорд. Садись, Стив. Это утро изменит твою жизнь. Мистер Макнелли, глава Нью-Йоркского издательства. Он прилетел утром, поэтому я звонил так поздно. Мы прочли вашу книгу, мисс Гейлорд. Вы долго над ней работали. Около пяти лет. Я выдвину её на премию Макнелли Уинслоу как дебют. Я не знала, что ты покажешь мою рукопись. Прочитав её, я не смог поступить иначе. Ты понимаешь, что почувствует Оуэн? А что он должен почувствовать? Оуэн – глава семьи. Но его роман отвергли. Боюсь, что мой успех раздавит его. Он должен верить в себя. А он сейчас в отчаянии. Вы с мужем соперники? Вы не понимаете, мистер Макнелли. У Оуэна неприятности. И как его жена, я должна ему помочь. Но, Стив, я думал, что ты мечтала стать писателем. До замужества мне тоже так казалось. А как рукопись Оуэна? Ты её прочёл? Да, неплохо, совсем неплохо. Но в ней нет того, что есть у тебя. Величие. Спасибо, господа. Стив, сядь, пожалуйста. Я хочу поговорить с тобой. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Вы опять загадили кухню. Я ещё раз попробую спечь печенье. Сначала я вызову пожарных. Нет, нет, мисс Омелли. Я совсем не так говорил. Простите, мистер Скотт. Попробуем ещё раз. Да, сэр. Джон. Мама? Я передумал. Мне не нравится твой дружок. Мать. Главное, что он нравится мне. Джон. Как твой сын, я не одобряю этот брак. Мать. Мать. Замуж выхожу я, а не ты. Ну как? Ужасно. Аминь. Мистер Хестингс, вы отвратительны. Вы не должны пользоваться квартирой и секретаршей мистера Уоттербери. Мистера Уоттербери сейчас нет, а я должен закончить сценарий. Почему бы вам не работать у себя? Там она работать не хочет. Работайте без неё. Я должен диктовать. Милая, почему ты не хочешь работать у него? Я не работаю в спальне. Это не спальня, а холостяцкая квартира. Мой муж управляющий гостиницей. Одна комната – это спальня. Две или больше – квартира. Сильвана, она хитрая. Продолжим. Здравствуйте, мистер Уоттербери. Да, чем могу помочь? Вы меня помните? Я Девини из сыскного бюро «Брайант». Что это? Счёт на 845 долларов и 62 цента. За что? За слежку и данные о прошлом Стефани Гейлорд. Но я женился на ней. Мы следим за замужними женщинами. Привет, Оуэн. Выгони этого типа. Вызвать полицию? Я сам из полиции. Что это такое? Моя стирка? Хотите, чтобы моя жена постирала ваше бельё? Маечка великовата. Это собрала миссис Уоттербери. Мой свёрток здесь. Берите и убирайтесь. А вы, мадмазель О'Мейли, уволены за работу на другого. Я бы не стала работать у вас, даже если бы мне нравились ваши мерзкие книги. Где Стефани? Не знаю. Я знаю. Где? Заплатите и узнаете. Ронни, у тебя нет 845 долларов. И 62 центов. Выпиши чек. Да. А ты набери этот номер. Здесь два очень забавных отчёта. Мне пришлось следить и за вами, пока я следил за ней. Стефани. Отлично. Стефани. Что ты там делаешь? Стефани, если у нас и был шанс остаться вместе, ты его уничтожила. Она в квартире Чарльза Хэрриса. Никакого стыда. Может, она опять у него работает. Дома? Только развратные бесстыдницы работают у мужчин дома. Может быть, она его секретарша? Пожалуйста, про секретарш не надо. Кто бы говорил. Вот отчёт. Взгляните на третью страницу. Спасибо. Позвони в агентство. Я ей покажу. На этот раз мне нужна секретарша с опытом. Я звоню по просьбе мистера Отербери, чтобы быстро печатала, и плевать, как она выглядит, и плевать, как она выглядит, если она симпатичная. Вы стенографируете? Конечно. 120 слов в минуту. Повторите, как вас зовут? Мисс Пиджин. Её зовут Мисс Пиджин. Все говорят, что я вылитая голубка. Где вы раньше работали? Я закончила школу секретарей. Я буду рада работать у вас, мистер Отербери. Я тоже хочу стать писателем. Вы были замужем? Нет. Никогда. Вы не против работать по выходным? Вовсе нет. Я свободна. Правда, мило, мистер Отербери. Голубиная душа. Я пришла за вещами. За мной, Билл. Я знаю, куда идти. Возьмите всё из ящика и положите в чемодан. Ясно. Я знал, что ты вернёшься. Я ненадолго. Где норковая шуба? У меня нет шубы. Идите в спальню, Билл. В чём дело? Норки закончились. Вы здесь уже бывали? Конечно, с другой дамочкой. Стоянка моего такси у вашего подъезда. Достаточно выглянуть из окна и крикнуть. Сейчас так разорусь, что оглохнете. Его бывшая секретарша. Возьмите вещи из шкафа. Романа с Хэррисом у тебя нет, но ты переезжаешь к нему. Ты не думал мне объяснить? Объяснить? Что ты можешь объяснить? Уже не важно. Ты права, не важно. Ужасная дамочка, верно? Ну, отличная машинистка. Ты едешь к Чарльзу Хэррису. Как всё просто. Да, просто. Что-нибудь ещё, мисс? Да, моя фотография. Будь я мужчиной... Будь ты мужчиной, я бы вышвырнул тебя отсюда. Ну, ударь меня. Попробуй. Он её ударил? Нет, она его ударила. Я знаю, почему ты обиделся. Мне понравился твой роман, и я тебе об этом сказала. А ты думаешь, что зря потратил время? Я зря связался с тобой. Я уеду подальше и напишу о тебе книгу. Подлец и его жертва. Ужасное название. Сойдёт. Прощай, Оуэн Уоттербери. И не пытайся меня найти. Я не хочу тебя видеть. Ну и катись. Где мисс Пиджин? Улетела. Куда, по-твоему, поехала Стив? Думаю, она выйдет за Хэрриса. Хэррис. Хотел бы я увидеть этого змея. Я тоже. Куда ты собрался? Я сошёл с ума и решил жениться. Думаешь, стоит? На ком, Ронни? На женщине. Это уж точно. Затем она отправилась на квартиру к Хэррису. Я терпеть не могу заглядывать в окна, но пришлось, и я увидел кое-что интересное. Хэррис был селси. Она смеялась. Затем он взял Стефани за руку, и она начала плакать. Я бы хотел видеть мистера Хэрриса. Ваше имя? Оуэн Оттербери. Простите, сэр. И меня, простите. Я не хотел мешать вам и моей секретарше. Бывшей секретарше. Я не хотел прервать диктовку. Ваш сарказм неуместен. Достойные мужчины не пристают к секретаршам. Мы с Чарльзом поженимся. Поздравляю. Что? А как же моя жена? Что она почувствует? Она вас любит. Вы не заслуживаете любви Стефани. Хэррис, вы отпятый наглец, и ваши мотивы очевидны. Вы испортили мой брак со Стефани, и я намерен вас поколотить. Защищайтесь, как мужчина. Никого ты не поколотишь. Послушай, глупец. Почему Стефани пришла сюда? Она написала роман, и Хэррис хотел его напечатать. Но она отказалась, боясь ранить твою гордость и разрушить ваш брак. Она хотела помочь тебе, а не... Я прочла твою последнюю книгу, которую отверг Фултон. Гениально, волнующе, чудесно. Фултон ошибся. Он просто ревновал Бёрди. В один прекрасный день Стефани превзойдёт тебя. Так думаю я, а ты всегда ценил моё мнение. Вот, роман Стефани. Прочти, и у тебя будет повод для ревности. Ведь на самом деле ты не хочешь её вернуть. Надеюсь, я хоть слегка вправила тебе мозги. До свидания, мистер Роттербери. Стефани Гейлорд получила премию Макнелли за первый роман. Жажда света Стефани Гейлорд Встреча со Стефани Гейлорд сегодня в 3 часа. Оуэн Уоттербери Оуэн Уоттербери Спасибо. Первая квартира налево из лифта. Спасибо. Мне на третьей, а вам? 4С. Вы к Сильвану Скотту? Я не знаю, кто там живёт, но я новый секретарь. Понятно. Удачи. Здравствуйте, мистер Уоттербери. Привет, Мэри. Выпить хотите? Пожалуй, да. Ты не видел Ронни? Уже три дня не видела. Говорят, он женился. Женился? Странно, что он не пригласил меня на свадьбу. Меня тоже. Ронни женился, а я развожусь. Представляешь, Мэри, миссис Уоттербери требует развода. Мне очень жаль, мистер Уоттербери. Она славная женщина. Вы тоже милый. Иногда. Спасибо, Мэри. Я встретил нового секретаря Скотта. Мужчину. Мистер Скотт не живёт в нашем доме. Он вчера съехал. Кто поселился вместо него? Миссис Уоттербери. Стив? Да. Она теперь знаменитость. Какое нахальство. Я ей покажу. Входите. Чем могу помочь? Прочь. Я сказал прочь. Простите, не понимаю. Не слушайте его. Она моя жена. Вы его жена? Я отчаянно стараюсь развестись. Ты получил бумаги? До решения суда ты моя жена. Ещё год. Вы ещё здесь? Я сказал прочь отсюда. Мистер Симпсон, приходите завтра в девять. Да, мадам. И не возвращайтесь, я вам уши оборву. Да, сэр. Наняла мужчину-секретаря прямо у меня под носом. Прямо у тебя под носом, дорогой. Хватит меня дразнить. Почему ты поселилась в этой квартире? Другой я не нашла, а миссис Ривс любезно её сдала. Конечно. Конечно. Ты решил, что я дразню тебя, Оуэн Уоттербери. Но я не собираюсь тебе мешать. Мы можем дружить. Здороваться при встречах, в подъезде или в лифте. Я недавно навестил твоего друга Хэрриса. Там была Элси. Она рассказала о твоей книге. И о том, что ты отказалась её печатать. Глупышка. Думаешь, я считаю тебя соперницей? Разве я не могу с вами сравниться, мистер Оуэн Уоттербери? Вчера ночью я прочёл твой роман. Читал почти до утра. И знаешь что? Да. Ты пишешь лучше. Но учти, я этого не говорил. Послушайте, мистер Оуэн Уоттербери. Я тоже человек. И у меня тоже есть права. У меня есть идеи новой книги. А из-за вас я могу потерять секретаря. Почему бы тебе не диктовать мне? Тебе? Я умею стенографировать. Оуэн Уоттербери. Раскрыть один секрет. Какой? Я отличный секретарь. Докажи. Возьми блокнот и карандаш. Хорошо. И ни слова об отношениях, пока я не закончу диктовать. Назовём так. Наброски к новому роману Стефани Гейлорд. Это история о девушке, которая работала секретаршей у очень эгоистичного мужчины, думавшего, что он знает о писательском мастерстве всё. Минутку, Стив. Ты избиваешь меня с мысли. Он был привлекателен и слегка уродлив. Спасибо. Пожалуйста, перестань меня перебивать. Но у него было слишком много детских комплексов, от которых она пыталась его избавить. Минутку, Стив. Я не собираюсь записывать эту... Послушай, это моя новая книга. И однажды она обнаружила, что ему нужна не жена, а психиатр. Психиатр? Значит, я сумасшедший. Если опубликуешь эту книгу, я подам на тебя в суд. Подавай, думаешь, я боюсь? Привет. Идея интересная, но я должен кое-что понять. Героиня любит героя? Конечно, любит. Глубоко, преданно, страстно. Почему она этого не скажет? Я пришёл за квартплатой. Ронни, новый хозяин дома. Нет. Эта ваза должна стоять внизу. А это выше. А ты здесь. Ронни, нет. Ронни. На русский язык фильм озвучен студией Пифагор по заказу ГТРК Культура в 2005 году. Ронни. Ронни. Российская. Продолжение следует...